Мы сзади подошли к очень торжественному моменту. У нас есть еще один победитель премии имени Бабеля, причем абсолютный. Ну и как вы уже догадались, это Михаил Михайлович Шванецкий. Андрея Викторович, вам слово. Кто-то мне сказал, что он так сможет, что я буду так стоять на вашем стране с ним и вручать ему премию диплом и иметь возможность в глаза сказать, что он думает, вы знаете, я бы не поверил. Я не только в связи с тем, я сам в этой премии, не только готовлюсь к ныне ждущей сиропе, а вообще думаю, что он есть много и много. Я все время думал о том, в чем сущность его дара. Вот недавно Валерий Царевич высказался публично, пытаясь определить, а что это такое уже. Вы же не зловенский. Так было не только с Михаилом Михайловичем. Так было с Высосом, с Жавой. Кто-то придумал выражение человека Жавой, но люди сказали, что это за Жавой. Поэтому меня это не устраивает. И вот, думая о сущности феноменального дарования Михаила Михайловича, думая о том, почему оно оказалось столь необходимым, можно быть сверхгравитым, но сидеть в своем углу реку, а тебя не знают. А можно, это речащий случай, быть необходимым, нужным всем в конкретной стране или в странах, которые были одной страной. Я пытаюсь в двух словах, точно в двух словах, определить сущность дарования Михаила Михайловича Шнамецкого, я сформировал вот так. А человечество не отчаянное. Как вам? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С вашего позволения я засчитаю. Цепло в номинации. Кстати, от Одесса. Никогда и нигде я не слышал столь блистательного перевода латинского на русский язык. Номинация за все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Награждается Михаил Михайлович Шнамецкий за выдающийся вклад в искусство слова. Вот это я подчеркнул, кстати. А тут не подчеркнул. АПЛОДИСМЕНТЫ За развитие и упремножение великих традиций Одесской литературной школы. 13 июля 2017 года Одесса Украина Михайловича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это самое главное достоинство этой премии, она совершенно неожиданно для меня, потому что мы пришли присутствовать при награждении достойных людей. И вдруг, очень это приятно, я могу сказать, что, что же можно сказать, ну вот всю жизнь иногда с уважением, иногда без уважения говорят о том, что Одесса, это Одесса. Как часто, знаете, как часто было так, что, ну даже Аркадий Александрович Райкин, он говорил, ну только поменьше Одессы, да, поменьше Одессы. Ну что делать? Тем не менее, когда этот город несешь в себе, ты не можешь тут избавиться от этого. Я это несу, потому что избавиться от этого просто невозможно. И постепенно, постепенно, ведь то, что мы видим на экранах, будем считать, всесоюзного, да, об Одессе, этот жуткий акцент, вот этот жуткий говорок какой-то, невозможный. То есть, это чисто, либо это еврейский, как в ликвидации, они не понимают, что Одесский говорок, это совсем другое. Допустим, Иса, ты куда? Нет, я иду домой. Там есть все. Там есть смысл, там есть лаконизм, и это чисто одесский, потому что, ну потому что в трех словах. И в этом нет почти половины жизни. Вот нет, и все. Сегодня я иду домой. Спасибо большое за все. Спасибо.